Не в центре даже, это вот игра была с коллективом CD&C на втором сезоне ДПЛ Лиги, очень много матчей комментировал с участием этой команды, там был Септембр, игрок такой, вот он играл на четвертой планете. Вот еще с небольшим игрой на Фениксе в паблике, очень известен. Да, вот, и он как раз таки шел с Клокверком, с Спиритбрейкером, с каким-то таким вот хорошим оффлейнером, они шли даблой в оффлейн и просто разматывали. И он там показывал, что Феникс может и фармить, он может и убивать, он может быть супер полезным даже с первых минут игры. Ну, а в нынешней мете, конечно, зачастую, если Феникса и берут, то обычно берут как там суппорт, который стоит за спиной, причем у Керри на легкой линии, ну, как-то так вот. А хочется увидеть его агрессивно. Раньше его брали именно как какую-то полукорп позицию, который действительно много чего делал, разматывал, можно сказать, четвертая такая полноценная. А сейчас его берут на пятую, и вот он здесь нужен для того, чтобы в замесе подкилить, раскидать пиццу, поставить яйцо. Да, 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 все так. Жалко, но это именно так. Так, Свен отбирает себе Evil Geniuses. Ну, хорошо, должны быть полноценные такие убийцы, кор-герои у ЕГЭ, потому что вот на полу-траку, на полу-поцейх... Три герои у них, да, такие себе в этом плане, поэтому нужно еще двух добирать хороших. Ну, вот Свен появился. Свен пойдет. Клапа. Единственное, что может немножко расстраивать, это... Да, в принципе, нет. Станов здесь тоже хватает. У Свена, Стан, Транта, Стан, Клокверка, там какие-то вообще можно закомбинить. Ну, да, и вот берется Шторм, и у противника уже есть, чем его нормально держать. Но посмотрим. С другой стороны, он здесь, к тому же, Фениксу просто жизни может не давать, действительно работает. Будет интересно, я противостояние, потому что с ума... Опять же, повторюсь, но довольно хороший Шторм, когда ты довольно хороший Шторм, ты знаешь, что делать, против довольно хорошего Шторма. На довольно хорошей КВП. Ну, типа того. Это даже не довольно хорошая КВП, то есть ты просто глобально понимаешь, как рабо-герой этот герой, и можешь лучше спроектировать свой образ мышления так, чтобы быть наиболее эффективным именно против этого героя. Я думаю, что сам ИОП тоже имеет опыт игры на Queen of Pain, и тоже знает, что против этого героя делать. Он же понимает. Здесь не будет таких жестких проседаний, как Блэк, например, пришел и от Сумаила отлетел. Отлетел. На КВПе, играя против Панк. Да, да, да. Здесь такого быть не должно. Опытный, безусловный. Сумаил и ОП. Посмотрим, как они линии свои отстоят. Так, ну вот такие пики как-то получились у нас. Довольно интересные. В общем, и у тех есть какие-то свои плюсы и минусы, и у других. Не знаю, поглядим, кто кажется, сильнее. Меня больше расстраивает то, что вот и Миктус Гейминг могут встать на те же грабли, на которые стали фейслес. Да, это отдача первых двух героев. Тренд и Феникс. И потом попытаться зайти на хайграунд, и вы не пробьете Ливенгар Мор, и у вас проблемы, и Свен вас потом будет убивать. Но вот мне вот это вот может не понравиться только в игре. Всем остальном все круто. Но опять-таки Бобока на Слардере. Но в той карте он был весьма хорош, он был лучшим в своей команде. Он делал весь старт игры, но этого не хватало явно. И ранний Блинк очень. Вот он попытается сейчас еще раз нам подобное изобразить. Бобока царь на четвертой позиции. Что же тут скрывать? Пусть нам в очередной раз это докажет и покажет. Просто зови его начальник. Начальник? Почему начальник? Не знаю, почему бы и нет. Может быть батя или босс? Не, но батя это уже есть в таком меме. Пусть будет начальник. Начальник? Командир? Шеф? Начальник. Начальник. Хорошо, определились. Под смоками пошел Бобок, поставил вард. Кстати, очень много у него вардов сразу. Купил себе медлейс, там успеют теперь будет побольше. Передвигаться, конечно же, быстрый закуп сделает на сапог, сделает ставку. Будет приобретать его как можно быстрее. Ну и, в свою очередь, также на ЕГЭ пробежались. Там один спаун заблокировали, с Сентриком поставили Обсвард. В общем, стандартные пока расклады. Драг мы никаких не видим. Но в прошлый раз на Диктус Гейминг пошли, так как Крисин довольно-таки на чужую баунти. Ее отжали благополучно. Там фраг, по-моему, даже сделали. Сделали, сделали на земелье. Даже не пытался туда катиться. Здесь тоже можно было попробовать. Все-таки Дарк Схир вместе со Слардером под двумя иншелами. ЕГЭ очень нравится, китайский анонсер. Этот неплохой. Постоянно используют. Так, ну и что, пойдут или не пойдут вдвоем? Я бы не шел. Ну, у них вард есть, они же все видят. Они видят, что здесь два героя всего, не три. У вас может быть здесь трое вместе со Штормом. Ну, Шторму, конечно, не рекомендуется, что он все-таки медленно очень-то будет добираться до своего центрального коридора. Решил бы Боков просто вот так вот сыграть, подблочить немного крипов, помочь Шторму тем самым. Ну, а Сумаил будет самостоятельно этим заниматься. Баунтируны, конечно же, он взял. В итоге по две баунтируны в каждой команде. Очень даже спокойный и неторопливый старт получается. Как хочется увидеть размеренную какую-то доту. Вот из того, что мы сегодня посмотрели, какого-то даже прям жесткого камбэка-то не было. Ну, где-то, но вот раз в течение раз отыграли. Здесь еще один раз отыграли на этот. Такое. Недостаточно сильный камбэк. Ну и не сильно интригующе, конечно, это было. Не, ну вот, где ЕГЭ, базу дефоль в первой игре. Ага, ага. Утифейс святого. Вроде и так и плохо было, но опять же недостаточно сильный камбэк. То есть, не было такого, что вот так. Потеряли все и прямо вот смех и пакет, как-то дефали. Третью сторону даже не поцарапали. Так, все так и было. Вот на оффлейне начинают развлекать уже IG противник, кстати говоря, First Blood. Внезапно решили ЕГЭ, что стоит подраться против Слардера и Дарксера, у которых Айншелд есть. Ну вот и поразвлекали. Попробовали. Да, как-то грустно получилось. Для IG, конечно, полный порядок. Ну, вот это дабла, она супер жесткая. Против нее пока два милишника, только потянулся Феникс. С проем, конечно, можно будет попытаться справиться, но вдвоем лучше не лезть. Немного подфитили. Кого, кстати, подфитили? XXS подфитили. Я думаю, Бобок был бы больше доволен, если бы ему фраг достался. Я тоже так думаю. Но, опять же, не он тут решает, не он тут командир. Да, как... Ну, то есть он тут начальник. Начальник, но не командир. Но не командир, где-то... Это разные люди. Это разные люди. Разные звания, разные должницы. Так, ну вот начинает Феникс уже приставать. Крит. Фаер Спирит со своих раскидал. Понимает, что и Кару с Дайвы-то нет. Благо, есть стан. Хороший хаммер выкинул Артизи. По двум героям сразу. Так-то могли Кирта, конечно, забрать. Нужно быть поаккуратнее. Ну, и как-то вот прям завладели верхний лининг. Диктус Гейминг их не прогнать. Они еще и борзеют. Они сейчас еще и суппортов пытаются убивать. Очень жестко. Эксессор ранний как раз-таки Сол Ринг, который позволяет практически бесконечно эти Айншелы развешивать. Они же единственный нюанс, что приходится не только там на себя или на крипов, но еще и на Слардера периодически вешать. Зато ты линию выигрываешь. Зато линию выигрываешь. Бабока на этот раз не успевает за баунти. Может быть, в этом будет залог успеха IG. Потому что в первой карте он все баунтируны чужие забрал. И проиграл. А здесь ни одно не возьмет. Счастливым его это точно не сделало. Так, ладно. Что в центре у нас? 13 на 2. Крепстатуя у Пи. У Квинов Пейн 10 на 5. Абсолютно равное начало, конечно. Сложно тут придумать какой-то план, по которому кто-то кого-то здесь убьет. Все-таки не Блэк на миде. Да, тут у нас страсти и интриг не будет. Сумаил Соло вряд ли расправится у Пи. Хотя всякое возможно. Один факт точно нам известен. То, что здесь пока не вмешиваются в суппорты четвертой позиции. Уж очень сильно они заняты на верхней линии. Свои баталии, свои спорты. Пока 16.2 на 14.6. Даже и не сказать, что кто-то лидирует. Примерно тоже на то же. Выходим на поэкспе, чуть-чуть лучше всего Сумаила. Возможно потому, что вот эти вот шизинайфы, это были рейнджовые крипы. С них именно много экспириенса он себе забрал. Так, что можно подметить? Что на самом деле, вот сколько мешают сейчас Даблайн, Виктус Гейминг на топе фармить с Вену, столько же мешают и один только Юниверс троллю фармить. Потому что Бёрнинг и Крепстат ведь тоже не очень хорошие. Один с крипов всего лишь смог забрать. У Свена даже больше. Это интересно. Клоквер как-то совсем загонял Бёрнинга. Получается. Или Бёрнинг просто крипов пропускает. Я вот сейчас за ним послежу. Ну-ка, Бёрнинг вроде добивает. Значит, Клоквер молодец. Получается так. Ну, опять же, Клоквер первую линию, допустим, берет и просто закрывает когами, не пускает ее там подальше. Ты приходишь под вышку, под вышка неудобная. Рядом крипов пушится на тебя в две пачки. Вроде уходит под твою вышку, но у тебя нет там грыжных топоров или большого урона. Чтобы добивать всех топорик, вот он тоже не берет никакой. Если проигрывает, может быть, Тавру... Обычно это так работает. Если бы ты не был хорош, а перебить Тавру, у которого 110 тысяч, тяжеловато. Без топорика тем более, конечно. Но Фейсбут сейчас появится, Бёрнинг будет чуть проще. Ну, тоже первые есть лидеры по крип-стату, хотя, конечно, лидерство их весьма относительно, весьма сомнительно. Можно отметить то, что, например, Сумаил очень хорошо контролит своих крипов. Он 12 своих с Денайл. Он понимает, насколько это важно сейчас для, особенно, мидеров, чтобы вот Денайть крипов, получать дополнительную экспу, соответственно, быть лучше, быть сильнее, раньше получить левел. Естественно, больше шансов на линии загнобить чужого оппонента. Ну, оппонента своего. Пятый уровень. О, Пи-четвертый. Ну, смотрите, у Сумаил уже почти шестой, а у Пи только пятый. Ну, вот есть разница в голову почти. Притом, никто никого не убивал. На второе время наверх не будет. В топе очередное нападение. Кэксессон, нежели затыкают. Есть Сюрдж. Пытается уйти. Да, спасается Бекстом. В принципе, тем же самым Бекстом. И должен Бубок спасаться. Но выбирает маршрут. А спасается Леон. Сейчас, молоток-то, еще один есть. И спринт так заканчивается. Замедлик. Вот за карту улетел Феникс. Окраш на развороте по центре. И Зай погибает, попозже. Тычку. Да, Сергеев, но не получается. Допускает ошибку Зай. Вновь Смерт. Дальше еще и за Свеном. Пошел Бобок. А с Айншиллом прожигает Артизи. Но под вышку идти не стал. Знает, что Артизи есть хаммер. А вот Крит проседает. Слушай, ну прям загоняли. Инвиктус Гейминг здесь на верхней линии задоминировали противника. Очень хорошо себя чувствует. Так, ну я смотрю, вроде бы ничего особо не происходило. Ну да, два убийства на суппорте. Это не слишком страшная штука для ЕГЭ. Но тем не менее, по Нетворцу 2000 уже выигрывает IG. И оказывается, что все-таки тролль фармит лучше, чем Свен. Несмотря на все потуги Клокверка. Как-то помешать. Клоквер, конечно, пятый уровень. Юниверс молодец. Не фидит. И левел свой получает. Но вот Бернингу сильно помешать не удалось. Бернинг топовый по Нетворцу. Бернинг один стоповый по Крепстату. Фейсбутс у него имеется. Теперь уже вышки по Крепстату проигрывать он не будет. Все отлично. Ну и при этом Бернинг тоже пытается полезными вещами заниматься. У него там третий уровень. Правда, сапога нет. Но есть ТПшка. Если вдруг проблемы на верхней линии какие-то начнутся, он, конечно же, прилетит и попытается помочь. Очень-очень даже такое неторопливое начало. Хороший старт. ОП. Сумаил, кто быстрее за руной. Сумаил может прыгнуть. Но он долго увидел инвиз, но не поверил. Что-то заберет. И потом уже понял, что инвиз. Так этот, видишь, полицейский разворот сделал. Сюда-обратно. Но так бы я, если бы сразу среагировал, сразу бы не канулся бы. Это успевал и забрать, и уйти. И потом с инвизом можно было бы даже в какой-нибудь бот выйти. А по итогу это лишь только баунти для Сумаила. У него даже ТПшки нет на случай, если будет какая-то драка на топе, чтобы прийти и помочь. Сумаил мог бы и разрулить эту ситуацию. Но у него, правда, Соник Лэйвы нет. Он не качал. Пока через четвертый скрим работает и второй Шадоу Страйк. По Нетворсу мы видим Квопа опережает Шторм Спирит. Не 500 голды, между прочим. Сумаил, как ни крути, он свою линию выигрывает. На топе. Вновь проблемы у Зая могут возникнуть. Или не у Зая. У Артист там тоже очень мало здоровья. Ну, тяжеловато. Левел не наберешь, потому что фраги не делаешь. В итоге Экспу чуть ли не на троих сейчас делят. Ребята из Evil Geniuses здесь IG только на двоих. При этом они еще убивают периодически. У них уже четвертый уровень. Действительно все хорошо. Неужели будет очередная попытка убить XXS? Вторые аншеллы, второй сюрдж. Опасность ИГ имеется. Нет, конечно же, не станут ИГ. Слишком это провокационно. И огромная возможность для IG опять-таки ответиться еще одним фрагом. Поэтому никак нельзя. Очень-очень проблем начало. Дотерпеть до 6 уровня Свена, потому что подгостночил его. И не взять много доп. силы. Много доп. хп, много доп. урона. Зайдет и убьет. За пару ударов за дизайплица какой-нибудь. За свой, например. ДПМ, топ. Не хочется особо лезть, возвращается, кстати, сюда. В это раз не Дарсира, а шторм. И в инвизии идет. А за это вышло за инвиза? Да. Да, и может поставить с инвиза. Как убить его? Вортекс есть. Надо пробовать. Можно Айншел, конечно, на ОП повесить. Чтоб эффект не было. На Б-бок повесили Айншел. Решили на Свен напасть. ОП. Да, отлично. Краш им цепляют. Есть Вортекс. Зай, конечно, постарается помочь. Откидывается Штормхаммером. Ну, слушай, они сейчас могут ни того, ни другого за один забрать. Ну, вот на Зай теперь переключаются. Краш отлично. Ловит еще Юниверса здесь на перетяжке. Юниверс с 6 уровнем. Нет маны на хукшот. Пролетел Феникс, конечно, 6-го. У него нет. По боку пытаются взять. Шторм Спирит вновь влетает. ОП развлекает ремнантами. Очень больный Юниверсу и Артизи. Подловили крашем Крита, Крит, Фэйри Файр. Ну, смог убить Слардера, но погибает сам. Даже не он убил. Там разделили с Крепами. Тем не менее, перетяжка первая от Шторм Спиритов. Что интересно, не от Сумаила. Сумаил вообще с центра не уходит. А вот Шторм инвизом воспользуется. Критушку заберет. Почти. 160 хп оставил. Геннадь пока нельзя. И сам с хостой стоит. Я думаю, он может попытаться подраться. Интересно, почему Сумаил не будет. Попытаться спасти свой тавр. Интересно, почему он на топ не пошел. Сумаил мог бы там помочь. Наказать двух героев. Видимо, как-то между команд договорились, что не так. У нас это все плохо. Мы так справимся и так далее. И все плохо, в конце концов. А перетяжки от тролля не было. Исэкс снова на топ. Линкармор пока работает для Артизи. У инвизом нет такой возможности вышки восстанавливать. Тренд в противоположной команде. Но и ОП снова на топ. Перетягивается ОП. Пошел дальше. Но получает на развороте станчик. Тут же Сумаил. Вот он на хосте ныряет. Скрим Шадоу Страйк. Сейчас убьет же. Соник Вейв, да? Это минус. Что-то и дальше. А Исэкс тоже? Это Дарксир позволяет. У него правда рейндропа его чуть тяжелее убить. Здесь рост руки затыкнуть можно. Стики. Прыжок. Скрим. Отлично, Сумаил. Он перетягивается тогда, когда уверен в себе. Да дави их. Он просто пришел. Да, он не стал реагировать на первое перемещение Шторм Спирит. Он на второе его смещение полетел с хостой, с хорошим левелом. Пришел, двух героев уничтожил. Ну и сразу же поднялся в топ на Творс. Еще и баунти-урну подконтролил. Есть Вейл готовый уже Вейл у Сумаила. Сумаил хороший. Сейчас еще и Реген найдет. Мне кажется, сегодня очень хороший день. Да, действительно у тебя не очень хорош. По итогу у Шторм Спирита линию Тон выигрывает. Причем очень сильно выигрывает. Ты посмотри именно разницу в Летверсе. 4 400 к 2600. 1800 разница. Там много. То есть это перетяжка Шторма первая. Опять же, сам по себе Шторм с Вортексом это уже такое себе явление. Да ладно такое себе, это активный Шторм. Ну, сом-то дело, что ты можешь достаточно плотно замедлять Сверлода, чтобы доносить урон после этого еще. И вообще Ренанта. А так, именно первый Вортекс ты на секунду притягиваешь, а себя замедляешь на 3. И стоишь. Вортекс дал, идти не можешь, бить спину не можешь, ничего не можешь. Он еще и вышку не сданил. Ну, просчитался ОП, насчет Катапульта. Сейчас Катапульта очень много урона по Тавру наносит. Конечно, надо это учитывать. Может, внезапно вышку добить. Да, по итогу. Дополнительные деньги еще ЕГЭ получает. И от блого преимущества ребята из Инвиктус Геймек вообще ничего не остается. Там какие-то жалкие 800 колды. Старались, старались на топ-линии потели, потели. А в результате СВН топ-3 нетвор, склопа топ-1. И все очень даже неплохо у ЕГЭ. Мне, кстати, смущает то, что Юниверс немного недофармливает. Но это дело поправимое. Вот он на оффлей не остается. Никого сейчас против него нет. И он набирает свой блэдмейл. И блэдмейл и шестой уровень. Все у него будет совсем скоро. И опять же, вот когда появится блэдмейл... Вроде бы ты тролль, а вроде и тебе слишком больно, чтобы драться. Как-то так это будет выглядеть. Потому что не физическая атака, а очень мало урона. То есть какой-то Дарксир будет сам выжигать. У этой шторм может не получить урона. Ну и Варлок. Сколько-то за счет голема может не получать урона в БМЛ. Все остальные, да, всеми заглядываем, всеми чем угодно. Но очень сильно будут страдать. Потому что сам себя вытрубивать по армору. А, причем выбор действительно хороший от Юниверс. То есть он не стал делать ставку на жадность, на покупку какого-то Мидаса. Хотя после блэдмейла он, возможно, захочет их прикупить. Но главное, что у него блэдмейл будет для начальных сражений. Это действительно очень сильно может это решать. Пока идет разбин вышками. И Тузгейминг старается на топе забрать. Потягивается как раз-таки Бернинг с четвертой пассивкой. Владмир имеется. Точно сильный. Так что надо отдавать. Пошел стаки уже фармить. Будет догонять стролля. Ну, с момчиком уже. На стаках сейчас должен очень много вывести. Вот 4 400. Самых вкусных съезд. 4 600. И еще чуть-чуть. Это на Творс, конечно. И 4 700. Давай еще чуть-чуть. Еще немного. Хорошо. Справишься. 4 800. И сразу команда подтягивается. Есть смог. На топ Тир-2 вышку будут защищать. Идет Ку вперед. Но Ку первому, наверное, идти не стоит все-таки. Да? От него нужно будет голем. Если он его не даст, будут большие проблемы. Видимо, вот на вот этом моменте он его и не даст. Да, погибает. Дабл дэмэдж у Сумаева. Там очень больно. С ним драться не стоит. Поэтому остальные Т от Ай-Джи и убегают. Но вот Ту-Ку что-то есть проблема у первых двух карт. Точнее, и в первой карте была проблема, и в второй карте тоже сейчас проблема с тем, чтобы дожанять нужную позиционку и не подставляться. Потому что в той карте вот очень нужен был статик Шторм от Дизраптора. Его ни разу не было в Драк. Он погибал первым. Как сейчас и Варлок погиб. Здесь с Голем очень сильно будет решать. И Голем будет нужен. Но до Ку здесь есть чем добраться. Это факт, конечно. Та же Квопа очень противная, которая купит себе Окид. Следующим артефактом. Ну, конечно, Шторма хочется схватить, пока у него нет эскейпа от Окида. Но можно еще и Варлока, например. Быстро уничтожить, чтобы он не дал банды, не дал подхил и не дал Голема. Он попадает в топе на Зая. Дал он ульту и пытается убежать. Есть еще один краш, и, наверное, под таким с Армором его должны будут все-таки пробить. Хотя не хватает урона. В минус Арморном городе Хейза под Медалькой уже не в минус уходит под вышкой, а в ноль его Армор. То есть стоит при своих двух. Ну, при этом еще и ХП достаточно прилично, 1100. То есть попробуем. И ХП прилично, и Ливень Кармор все-таки 60 урона блокирует. И получается, что Слардар его вообще не бьет. Просто не пробивает, снимает только один заряд. В этой карте у Бубокки не будет столь быстрого Блинкдаггера, что был в предыдущей. Однако все равно выходит на финальную, скажем так, на финишную прямую. К покупке этого артефакта собирает баунти. Полторы тысячи голды имеется. Нужно, конечно, ускоряться, потому что снизу уже начинается давление на вышку. Было бы неплохо сейчас со Слардаром, с Блинком попытаться защитить ее. Голем все-таки имеется. У Дарксира есть и Вакуум, у Волов Реплика. Пусть и не лучшим образом раскачаны пока на данном этапе, но тем не менее, подраться можно. Наст, предпушит верхнюю линию. Зая остается на защите. Мы видим, ну, от Тронта снизу, в принципе, поддержки тоже немного. Овергроу у него нет, а Ливинг Армурон может дать из дистанции. Ну и Бубок пытается перехватить Юниверс. Отличный худшот. Он подсветил и врывается хорошо. Сумуя тоже тут как тут. Забирает себе еще один фраг. Ответом пытается, возможно, снизу напасть тогда. Купил себе уже Сенч и в этот раз он не будет делать Си, по крайней мере, не планирует. Запланировал себе Алибарду сразу. Штам сперед, летит, так надо Зартизи. И Ремнан, будет ли Вортекс? Сложен добирать. Хорошо, отлично сыграно. Крит, конечно, пролетел, но для ОПИ очень полезный фраг. Убивать Свена сейчас, это всегда полезно. Это всегда нужно. Если бы еще и вышку забрали, был бы вообще идеально. Но там просто ресурсов для атаки вышки не осталось. Более, что Бёрнинг был занят уничтожением древних крипов. Зачищает. И мы видим, что Бёрнинг даже уже от Свена немножко начинает опережать его по фарму. Там буквально 300 голды разницы, но тем не менее. Очень приятно, когда ты на тролле формишь не так быстро, как Свен с Момом. Но тем не менее обходишь его по надворцу. Смерть этого Свена очень сильно откинула назад. Но зато Сумаил не отступает. Сумаил все так же впереди планеты всей. И по фарму, и по артефактам. И вот Саленс подходит уже к возможности покупки для Сумаила. Осталось каких-то сотня голды с небольшим. И можно будет уже тоже делать какие-то минусы. Быстрее его доделают. Опять же сейчас можно просто будет вон то свистнуть у тимейтов. Какая-то вот прям вот эта карта, она супер такая сухая, я бы даже сказал, наверное. То есть мало чего происходит. То есть счет 5-5. Как-то редкие только какие-то убийства. Полноценного драк 5 на 5 нет на 16-й минуте. Хотя вот предыдущие карты, они были полны всякими сюрпризами. Уже на этой минуте люди бежали к Рошану, умирали и писали ГГ. То есть бывало и такое. Но здесь все фармят. В той игре на этой минуте, пардон, сколько у Тенпларки было? Если бы сейчас столько же было у Квапы, я думаю, они бы тоже вели Рошана, заканчивали бы игру и так далее. Но не удалось. Настолько сильно выиграть, настолько переформить. Герою чуть хуже фармить лес. С Веном просто мешали. Так-то он может достаточно быстро делать. И у Штрома сейчас будут проблемы, если бы попал. Что-то промазал. Штормхаммер? Да ладно, я бы еще и подставился под него. И все равно не пошли. Столько потратили. Квапыр, конечно, подвел, подвел команду сейчас. Ну да, Юниверс. На месте стояла. Такая достаточно простая позиция. И не с таких позиций попадал Юниверс, подвижившимся целям попадал. А тут вот в стоячего не удалось зацепить. Ну, тем не менее, для Штром Спирит это знак. То есть тебя будут хватать, тебя будут убивать. Держись. Противника подальше даже в каких-то моментах. Ну, просто потому что у Самоила уже есть Саленс. А Штром Спирит еще даже Блэдстоун не выформил. А после Блэдстоуна уже думать нужно о каких-то БКБ или Еулах. Иначе ты под Саленсом все драки будешь проводить. А это минус заряды? Ну, все могут изменить эти ганги от Invictus Gaming. Бубоко получает свой блинкдаггер. Отправляются в путешествие IG. Есть у них вард. На этом варде можно будет сейчас спалить Сумаил. Но Сумаил аккуратно в кусты. Крит тоже из кустов не выходит. Просканировали область. Кстати, просканировали это ребята из ЕГЭ. Отличный скат. Мы спалили. ЕГЭ все читают. ЕГЭ все видят. ЕГЭ не подставляются под такие атаки. Здорово пока играют. Да, очень хорошая контроль карты. Они прекрасно понимают, кто где, чего, когда и куда. Сейчас, если в центре Сумаил не подставится, то можно будет и за этот тавр неплохо подраться. А причем Сумаил есть чем убивать. Элементарно краш, потом голема сверху. Можно не жалеть. Очень быстро клапп стараться уничтожить. Там 1600 хп. Хотя Ливен Кармор, тут еще и хукшот какой-то на контр-инициацию в игре. Ну, не знаю. Давайте попробовать. Бубоко. Залетает Штормспирит здесь. Есть голем. И удается ли Клаппе выжить. Сумаил стики нет. Не выживает. Все-таки не выживает. Но зашел Артизи. Тем временем падает Супернова. Минус 2. Сделали Миктус Гейминг. Неплохо сыгран. Упи идет дальше. Но Артизи старается хоть кого-то зарезать. От него просто все убегают. Его кайтят. Не хватает дополнительных каких-то дизейблов. В итоге размен 2 в 1. Там только лишь Варлок погиб. Но и голема, я так понимаю, тоже отдали. Сумаил немного не хватило выживаемости. Прям чуть-чуть. ПТ на силу не хватило. Там 4-4 героя было лоу хп. Если бы какой-то... Клактер был чуть ближе к драке. И забирал не Варлока. Если бы, я не знаю, там... На один удар дали. Сверну больше сделать, я думаю. Все бы погибли. Но вообще сегодня весь день такой. На кончиках играют. Все время остается совсем чуть-чуть хп у всех. Да, вот. Артизи, например, тот же сегодня сам. Дважды выступал в роли такой. И рушить лебедья. Недобитый. Делал рампашку. Было дело на разворочке. 20 хп оставался. Рампаш сел. Ну, здесь вот Queen of Pain был бы ПТ, может быть, на силу. Как-то удалось спастись. Линк в сторону. Буквально на развороте Sonic Wave. И вот они, пожалуйста, смерть от IG. Но в целом, для Invictus Gaming драка прошла неплохо. Можно сказать о том, что они ее даже выиграли. Отчасти. Но, правда, сейчас вот голема нет. Нет теперь вовремя. И выжить не забрали. То есть нет реализации вот этого момента. Ты делаешь хороший смолганг. Тратишь расходник. Тратишь много времени. Нет, и получается, с этого никакого преимущества. Кроме денежного. И денежное это так. По мелочи, потому что это все побитые ушли регениться. А в своем время просто пошел фармить. И в итоге по деньгам, как видишь по графикам, у меня, собственно, ситуация изменилась. Да, и вышку, конечно же, сразу тренд будет захиливать. Так просто и в обиду не дадут. Сумаил уже готов подраться. Ну, может быть, теперь сами ЕГЭ захотят соинициировать. Может, когда противника инициируют, драться сложно. Когда-нибудь инициируешь ты. А их было видно. Вот этим вардом. Настолько большой хороший обзор. Ну, я посмотрел, вроде как, да, они туда и поморгали, и как-то спокойно тролль нажал ульт, фармил генштраф, как будто бы не особо париться. Ну, по-моему, мне кажется, просто не спалили. Друга убили, и сейчас заберут Рошана. Важное убийство для ребят из ЕГЭ. Ну, в принципе, то, что Варлок погиб, это ничего страшного. Голема у него и так не было. От него такая достаточно пассивная помощь была бы в этот момент. Но драться все равно, инвиктос гейминг не пойду за Рошана. В итоге АЕ действительно для ЕГЭ. Первый Рошан, а ЕГЭ без сыра пока. Ну, это возможность для ЕГЭ пройтись, например, по верхней линии и забрать себе пару вышек. Просто играть первым номером, почему бы и нет. Сумаил нацеливается на БКБ, Мартизити временем Бринг хочет сделать после Алибарда и Мома. Конечно же, АЕГИ остается именно ему. Неужели собрались ими тут гейминг погангать? Например, Сумаил, у него атака снова пошла. Есть краш, бёрнинг, овергроу. Дальше, ОП вошел с Вортекс и опять уничтожает за дизейбл. Отлично сыграно. Да, подольтует роль, очень много урона вылетает. Сильно хватает зверцев таких мягких. Если бы Зайн немного потерпел, вот буквально парочку секунд, дождался, когда прыгнет ОП и дал сверху овергроу, возможно, Клопа смогла бы спасти. Возможно было бы и дать урить, всё там сделать. Но вообще странно видно, почему АЕГИ создали всё-таки Свену. Довольно живучий и второй раз, когда он встанет, не будет у него. Вот Стрэнджи ничего не будет и толку от этого. Свена не так много, а Клопана и уйти может, и опять же магический рассказ туда-сюда, там Стрэнджи покидать. Мы могли бы ЕВЭТ и сейчас бы подрали за счет того, что реализовали АЕС. А с другой стороны, NVT Gaming, зная, что Клопы есть, а ЕГИ просто на неё не напали. Может быть. Ну, то есть, опять же, спасли бы. Спасли бы. Ну да, это очень странно. На самом деле, действительно, Клопа полезна и при первой своей жизни, и при второй. А вот Свен не настолько полезен при второй жизни, как при первой. Ну, или наоборот, да. В первой, если чего-нибудь. Ну, так его не плохо, Катя. Это если он встанет ещё без ульты, и все будут её просто... Катя чуть лучше. Ну, они боятся даже каких-то ударов от него просто, например. Так, ну окей. Теперь очередь за ЕГЭ. У нас так вот, блесенькая игра проходит. То есть, один нападает, потом вторые отвечают. Вроде бы, IG сейчас напали, убили Queen of Pain. Queen of Pain уже возродилась, и теперь, может быть, что-то придумает IG. Например, Q забрать, hookshot есть, под Саленсом забирают. Ну, тоже, обмен фрагмами. Тоже, особо, конечно, убийство этого варлока, ну, ничего не принесёт Елджиниос. Даже прибавку по деньгам они достаточно слабую получат, потому что варлок просто самый худший по Нетворцу. И у него очень мало денег. Но, тем не менее, убийство какое-то сделали, выиграли ещё время для фарма. Может быть, будет ещё один смок сверху. Что-то непонятно. Ну, вроде как, аеги всё ещё имеют. Торопиться-то некуда. То есть, у них СВН. СВН без БКБ. Надо доформить. Он спокойно стоит, формит. Вся команда в этом протекте пытается что-то делать. Время выигрывает, в конце концов, вышки залечивает. А СВН просто формит. И в какой-то момент он ворвётся. И, допустим, если тролля он ещё не убьёт, то всех остальных покрошит знатно. Хочется ещё к следующей драке купить себе форстав. Конечно, хотя бы один на команду. Этим занимается сейчас активно Бубок. Потому что играть против Клокверка, Неми и Форстафа это всегда не самая лучшая идея. Потому что любой врыв от Клок, герой, фактически, труп. Клоквер, правда, ещё и хукшотами мажет. Юниверс как-то подрасслабился на окончании сегодняшнего игрового дня. Ну, стоит учитывать, что они тоже, игроки, в общем-то, сидят с пяти утра. Ну, то есть, по московскому времени с пяти утра, получается. По местному, там, с десяти утра. И на протяжении десяти часов они покидают аренду. Только в центре очередной врыв опять на Сумаила. Как же его легко убивают через ультроли. Просто хватает врыва этого самого Вордекса и Стана Сардара. Надо и БКБ, и какую-то, наверное, викинг-сферу сверху. Да, может, надо просто чуть активнее играть. Ну, в который раз... Это тоже, но, опять же, хочется БКБ на своё. Это вот ключевая точка отправления, с которой стоит начинать. Есть БКБ, можешь же драться, нет БКБ? Ну, тебе слишком грустно. Ты просто гибишь от всего подобного ОЛИ, от любых кастов. В конце концов, просто пары троллей даёте, миссы, и ты никого не убиваешь. Ну, в целом, а Иггис у вас в инвентаре, конечно же. Надо... Хотелось бы видеть от Игг, точнее, да, чтобы они нападали первыми, чтобы они инициировали. Как-то слишком пассивно от них игра проходит. И Айджей этим пользуется. Любая какая-то неудачная перетяжка от Queen of Pain, попытка за сплитпуш, попытка в соло пофармить, сразу же наказывать. С дизейбла хватает, у самой Queen of Pain есть возможность убивать каких-то героев самостоятельно. Но вот спастись, если инициация прошла в неё, уже не представляется возможным. Нет юлов каких-то. Да и просто из дизейбла тебя не выпускают. Там даже вакуум тебя дизейблит. Вортекс, краш, там всё тут наваливается по таймингу и беда. ХП сносится очень быстро. И в результате вот Сумаил, насколько сильно он отрывался от Шторм Спирита, сколько он хорош был с покупкой раннего Окида, всё было здорово. А теперь привело всё к тому, что OP уже лишние заряды на Блэдстоуне 2 появилось. И при этом Юл уже был куплен. То есть уже с Айленсом Шторм Спирита не накрыть. Да и по деньгам почти догнал, 900 голды разницы. И просто былое преимущество ЕГЭ, такое даже может быть не финансово, не экономическое, а вот именно преимущество в АЕГЕСе, преимущество в доминации на карте. Оно растворилось, его сейчас просто-напросто нет. И IG впереди уже на 4300 голды. Да, это такая немаленькая цифра, опять же. То есть в какой-то момент тролль тоже сможет этого СВНа просто не выпускать из баши. Ну что, завардили пока чужой лес ЕГЭ. Слушай, мне так кажется, у тебя бензопила на фоне работает. Я пошёл бы сейчас завардил соседу сверху. Иногда. Я ещё наушники снял, только послушал, может у меня соседей. Да нет, сверлит у меня, я просто вроде набрал микрофон. То есть на самом деле он очень жёстко сверлит, просто взлетает не так сильно. Я думаю, ты не знаю, там можешь пробовать меня убавить, или я могу улучшить микрофон на время, возможно он перестанет. Нет, ну я просто не уверен, что зрители это слышат, но я слышу. Слышу. Это забавно. Я слышу всё, что ты слышишь. Соседи это святое. Они всегда есть, от них не избавятся. Так, сейчас пропадаешь. Окей, поправляю микрофон. Это нормально, это он где. Так, под смоками нападают InMictus Gaming, теперь они в чужой лес зашли. Хочется вар тут куда-нибудь сюда на пригорок поставить, чтобы больше обзора было. Да, и вот видят Свена сейчас, видят Трента, и можно напасть. Залетает с лардер, теренем есть краш. По Артизе голем сверху, вортексом OP накрывает тут же. Овергроу имеется, но Артизе так просто не взять. Однако Артизе пытается отступить в фоллоф реплик, и Артизе всё-таки съедает Бёрнинг под БКБ. Съедает также и Трент Протектор, это уже минус 2. Юниорс пытается разменяться хотя бы в XXS, тот просто убегает. Ставится суперновый, вот теперь уже Сумаил вступает в бой, Саленс накрыло OP. Юл у него нет, да и Сумаил больше дэмэджа просто не наносит. В итоге размен 2 в 1 пока в плюс для InVictus Gaming. Могут подавить ещё и крита. Да, летают и триплкил делает Бёрнинг. InVictus Gaming. Хороший. Просто хороший. Опять же, вот насколько ЕГЭ пытаются играть от действий противника вторым номером, и как же их постоянно над этим ловят IG. Просто аккуратный смок поставили в арт, инициировали, не побоялись. Дизейбл хватает, напали, уничтожили. Он на Сумаил дальше. Ныряем. Ну, хороший форстаф. Отличный форстаф из-под краша, прям на развороте Сумаил. Есть Sonic Wave, ставится Коги, идет Юниверс под двум героем. Бёрнинг теперь не смог всё-таки Queen of Pay, но уже забрать. Так и не раскуставался Сумаил, у него нет байбэка. Юниверс просто Бёрнинг с дистанции пробивает. Работает Светыня, конечно. Фукшот на развороте. Бёрнинга нужно каким-то образом спасать сейчас. Ну и будет ли какой-то форстаф от Бокки. Да, форстаф от Бокки. Идет Тортизи. На X-XS, возможно. Да, XS будут забирать. Ну и надо бежать 80 секунд, да? 4, точнее даже. 3. И молот будет. Ну нет, смотри, как быстрая тролль. Ножками-то семенит. Ну, самопожертвованием занимался здесь Darkseer. То есть он, конечно, во благо своего тиммейта, во благо своего керри дал ему Сюрдж. Самби Сюрдж остался, в итоге погиб. Но, тем не менее, конечно, проход вот этот вот полный от выигранной драки сверху до чужого Тир 3, он получился весьма прибыльным для Индитус Гейминг. Много денег заработано. Клопу убили в очередной раз. Это всегда хорошо. На крита нападают. Ну и OP. OP зарядов становится 19. OP с появлением Блэдстоуна просто неостановим. Рушит героев, сам не погибая. Может, квест сделает на заряду Блэдстоун? А что за квест? Ну, там надо набрать много зарядов в компендиуме. А, я такое не видел. Сейчас ты даже скажу, сколько точно. Блэк Кинг Барусан. Ну, хорошо, артист, конечно, живет долго. Однако и БКБ ему не спасет, если Бёрник так будет впиваться в него под пассивкой, под этими башами. Это при том, что у Бёрника-то особые дэмэджа нет цирки сейчас. Довольно мало. Тем не менее, если Зэба не выпускает. Ракетка полетела. Клок вверх. И, наконец-то, хорошая инициация. Свен Башо подвоим стан. Неплохо сыгран. Соник Вейв. Даблкил делает Сумаил. И OP нужно отсюда сваливать. Там сцепило еще, и видим, Барлока. Нет, пустил его. Видим, Клок вверх. Ну, и OP вроде как уходит. Ну, вот это комбинация. Ну, неплохо. Хотя хотя бы все живы целые орлы. 25 надо набрать. Так что еще надо их минимум 6 сделать. И про заряды 25 зарядов можно? Да, да. Блассовно на 25 зарядов. Абсолютное падение. Пошло на Юниверс. Он просто выкатывается из когов. И вроде как уже и не нападение. Это грамотные сборки от игроков Invictus Gaming. Раз, Forstuff. Два, Forstuff. Ну, вот как раз таки сейвится из-под Клок вверх. Очень полезно. Ну что ж, Артизи молодец. Подловил момент, когда не готов был к драке Бёрнинг. Не успел проражать БКБшку. Его просто Артизи за счет стана уничтожили вместе с Сумаилом. Хороший Штормхаммер. По двоим. Не всегда удается так качественно влетать. Но вот у Сумаил, у Артизи получилось. В кабана не кидает. Тубы тут один. Любитель. Или не любитель животных. Скорее не любитель, да. Так едите. Ну что, небольшой камбэк в исполнении Invictus Gaming. То есть проигрывали, конечно, 5000. Сейчас проигрывают 2000. Но в целом они показывают, что драться-то они могут. Принимать замесы у них даже иногда получается. Но опять-таки в тех случаях, когда нападают они сами. Здесь АДЖИ уже лишь только принимали драку. Хотя это и дракой было сложно назвать. Просто испепелили. Манта ставил появление. Тролль Варлорда. Дальше в диффузы, конечно же, пойдет Бёрнинг. Что у Шторма. Шторм будет делать себе тоже Саленс. Окей. Ну вот эта игра уже похожа на такую интригующую. С непонятным развитием событий в мидгейме. Вроде бы у двух команд хорошие шансы. Вот сейчас Смоки. Очередная атака. Ракетка. Ку может подставиться. Видно ли его? Да, Хукшот отлично. Это раз от Юниверса. У Варлока Форстафа нет. Он только лишь пытается приобрести. А, да, он не успел купить. Точнее, не хватает денег на покупку Форстафа. Он только погибает. Хороший минус. На 42 секунды Варлока отправляют в таверну. В то время, как сами ЕГЭ, конечно же, отправятся по центру. Ломать сердовышку. Вынуждая при этом инвентус гейминг возвращаться на базу и защищать. Хотя иллюзии тролля пошли в атаку. Там еще Катапульта, между прочим, остается в живых. Катапульта может очень много дэмэджа нанести. Давайте посмотрим, как она пробивает. Жестко. Катапульты шутки плохи. Нужно возвращаться на базу и защищать. Она, в принципе, может, кстати говоря, и не парится. Не забываем про наличие тренд протектора у ЕГЭ. Сколько бы вышка ХП не потеряла, всегда можно будет восстановить. Ну что, неплохо ЕГЭ. Прошли, сделали минус на Варлоке, уничтожили при этом тердовышку. Очень полезно вот такие минуса под смоками подтверждать чем-то. То есть убили, сделали килл. Можно завардить хорошо, можно уничтожить вышку. Еще чем-то полезным заняться. Не просто так. Типа сделали какой-то фраг, развернулись и убежали. Здесь сломали тердва. И в целом только лишь верхняя линия с внешними вышками остается у Айджи. Теперь смок ответный инвиктус гейминг. Купи забирает себе очень полезную урону. Это Хейст. Есть уже Саленс. Айга также находится в позиции, но попадает под скан. Прекрасно понимают Айджи. Где находятся оппоненты? Попытаются, может быть, с тыла напасть. Очень интересный маневр. Хватит ли времени? Смок. Все еще пока действует. Судя по всему, ЕГЭ и Кэты и атаки готовы. Аккуратно чекает расклад Юниверс. Ставится опс в арт. И Слардер ныряет по двум героям крашку. Треницация теперь не пошла от Юниверса. Сумаил заходит, есть голем. Ну и что, артист может ли хоть кого-то ударить, пока разбирается с иллюзиями? ОП летает из стороны в сторону. Пока погиб лишь только Фенингс, который сразу же сделал байбэк. ОП старается зацепить, улетает на боу-лайтник. Погиб Варлок. И все-таки зацепили шторма. Шторм уничтожен. Минус два. И ребята из ЕГЭ здесь выигрывают раку. Синцировали вроде бы неплохо. Но дэмэдж очень быстро, конечно, забрать Свена просто не хватает. Свен все-таки с БКБшками. Там три с половиной тысячи здоровья. Ну и миссии работают. Все, очень нужно МКБ какой-то на тролля. А он пока себе вот манту сделал. Дефуза планирует. Немножко не то. Самая малость. Да и сам тролль не сказать, что много урона в принципе наносит. А если вот фокусить, видимо, нужно пока не Свена, пока не МКБ. Потому что тысячу всего лишь дэмэджа за такой продолжительный дизейбл. Когда команда в принципе дает тебе пространство для драки. Это очень мало. Там упили, что только тот нормальный урон нанес. Правда Рошан и Айджи собираются ждать сами. Рошан быстро убивает. Под коррозив Хейзом. Хукшот от Юниверса сюда же. Неплохо сыграно Юниверс. В Ортек, кто будет забирать Айегис, подбирает все-таки ОП. Силу света забирает Рошан. В общем, не получилось здесь ничего ОЕГ. Но он расхастовывает все время Клопа. Минус Шторм Спирит. Айгис выпадает. Вот тролль покипит. Будет ли он делать пайбэк? Большой вопрос. Теренем цепляют еще и Куку. Стоит на месте под рутами. Шторм Спирит добивает Клокверка. Уку проблема. Успевает ли под цветы? Не успевает. Там раньше Сумаил. Залетает, правда, слишком нагло. Но здесь же Свен потягивается. Шторм Хаймер начинает просто уничтожать противника. Как он быстро сметает оппонента. Нужно уходить. В итоге и минус Сир, и минус Айгис. И потратили все, что можно. Убили только одного Кукуверка. Как-то вот второй раз Айг. Вот и в первой игре на Рошане в итоге у них была точка, в которой они продули игру. И сейчас, знаешь, тоже очень на нее похоже. Ну, тролль две траки подряд, но абсолютно бесполезен. Со всеми артефактами, со всем его нетфорсом он в первой траке нанес тысячу урона, во второй траке в 976. Не чувствуется, герой. Просто не чувствуется. Тролля сбивает просто одна Клопа своим Суник Вейвом. Она залетает, дает прокаст, и ничего не остается от роли Варлога. Просто гибнет пари. ОП, конечно, старается что-то придумать. Там, вырезает уфлейнер, вырезает субпортов, но этого недостаточно. Команда поддержать в драке не может. Варлог бесполезен, големы дал, и на этом все. Помню, заканчивается. Слардера слишком легко сливает, потому что у него нет БКБ. Там буквально Свен какой-то зацепит чем-то краешком. Или Клопа, опять же, раскастом. Слардер. Почастую под спритом. И непонятно, как выживать во всем этом. То есть, Тренту плевать на все его слоты. Шторму. Не шторму, это пультех Попы. Плевать все, но тем более плевать. То есть, вот как сделал Артизи? Просто собрал себе миссы. И все, вот он уже молодец. А тролль как-то вот по другому билду собирается. Не постарается вообще ни под кого. И в итоге эта штука не работает. Это ключевой момент. Вот то, что Берника в этой карте по его сборке, видно, что играет как-то шаблонно дефолтно. Покупает, конечно, супер хорошие слоты для тролль-варлорда, но не для этой карты. Не ориентируясь на то, что собирает противоположный керри. Ну да, то есть, какой-то МКБ бы он собрал вместо, допустим, тех же диффузов, вместо той же банты. И хотя бы мог бы и дэмэдж наносить. Может быть, жил бы точно так же плохо. Может быть, там в драке где-то не туда нажимал, и все бы тоже было не так хорошо для него. Но, тем не менее, он хотя бы наносил бы урон просто потому, что попадал бы по герою. А так каждый раз ЕСВ, которого он не может убить. На промахе и против промахов действительно ничего не собрали. То есть, может быть, сейчас Бобок купит Солар Крест и будет как-то вешать нас с Вена. Даст какой-то Трустрайк небольшой. Но это все еще, конечно, всех промахов не уберет. Но не забываем про то, что вообще, в принципе, сама идея фокусить Свена, она, конечно, интересная. Но все-таки там Варкрай, там же огромное количество армора. Ты его можешь чесать, чесать, чесать очень долго. Если время дадут, то окей. Ладно, если Дизейбл там не выпустишь, возможно, ты его убьешь. А если он выйдет? А если он развернется и стан даст? Что делать? И таки-таки да. Белка крашилась. Ну, я тоже, кстати, я вот сейчас три раза уже перезашел. Что-то где-то идет не так. Грустный тромбон. Ну, ладно, нас рано или поздно должно было это зацепить на сегодняшней трансляции. Не только же Лексу и Форсу отдуваться в паузах. Так что мы можем немного посидеть. Потому что я смотрю, вроде на параллельном стриме сейчас все окей. Там Юби в второй карте уничтожают OG. И, кстати говоря, не забывайте посматривать этот матч. Он, кстати говоря, близится уже к концу. Но у нас еще непонятно. Вроде как ЕГ, конечно, готовы выигрывать. Но у IG все еще сохраняются хорошие шансы на победу. Как-то им нужно только по-другому драки свои начинать. Ну, как-то похитрее, что ли, действовать. Просто если нападает какой-нибудь Юниверс, то, конечно, и Сумаил находит хорошую позицию для врыва. И Крит там залетает. И, в общем-то, Свен. У всех хорошие АОЕ способности. И вот с этим всем Инвиктус Гейминг справиться не могут. Вот хорошо действовали Инвиктус Гейминг в какой момент? Когда они гангали Квапу. Три раза подряд уничтожали ее до драки. Тогда можно было и вышки спокойно пушить, и Рошанов забирать. Все было великолепно. Может быть, все-таки сделать тапку на какие-то ганги. Да, но, дружесно смуточное Сумаилу, который с тех пор появился, и Бэкинг Барр, и Шива. Вроде 30-кармор, и вот на него напали. Насколько же ему плевать. Это вот ультроли, все остальное. То есть, по максимуму у него вкинули. Он ничего даже наживать не стал. Здесь просто выжал. Так просто его не взять. Ну, с другой стороны, если бы был хоть какой-то плюс один, Коррозив, Хейс, Танн от Слардера. Может быть, удалось. Ну, так-то вроде бы да. То есть, опять же, он ничего не нажимал. То есть, был бы здесь плюс один герой, он бы нажал бы КБ, и все. Все, и не получил бы, да, думаешь, Сарчина не получил бы. Док, тычки всякие, пока просто с ноги уходил, измелька бы вышел. Ну и там, ноупи. Немного поднапали, но не смог. Не успел, я бы сказал, так ударить. А план был хороший? Дея не всегда неплохая, но и... Почти огоним весь у Кокверка, но в Юниверсу может быть 100 отойти, 300 отойти дофармить. Ну что, Кокверк скула в 40, это все еще не пофиг для драки. Не может орваться в одного и в этой же драке орваться во второго. А хотелось бы. Так и будет. Будет совсем скоро. 250 голды остается. Мешает Сумаилу фармить. Негодяи. Сумаилу тоже там вот очень. Ленка нужна. Осталось всего ничего до нее. Ну да, Ленка спасет, конечно, от Штром Спирида очень сильно. Тут тоже артефакт крайне необходимый. Ну в общем, дофармливают свое ЕГЭ. Пока вроде бы не особо куда-то торопится. Мы видим, что Инвиктус Гейминг тоже не торопится. Да и в целом, обе команды в этой карте вообще не торопятся. Все фармят. Если что, смущает то, что Коргерой у ЕГЭ, конечно, достаточно серьезно уже начинает отрываться по Нетворсу. Это не пак какой-то на 25 уровне с ГПМом в 420 дополнительным, но все еще Сумаил, который находит возможность забирать деньги по карте. Да, ну и вот возьмет он, например, тот же Вампиризм. Или Ауи Шадлл Старайк. Шадлл Старайк, ауи, звучит интересно. Ну так вот, возьмет он, допустим, себе Вампиризм, и вот каждый раз как-то так врываешься. И если ты его не убиваешь, он в драке, из-за того, что много будет мили героев, из-за того, что куча там иллюзий от Дарк Сирии и так далее, будет просто каждый свой акц пойти поднимать себя до фулов. Да, закончили, по-моему, Ньюбитом играть. Так что наш полуфинал остался последним. Надеюсь, что карта-то не последняя. Очень хочется посмотреть третью решающую, но для этого каким-то образом инвитус гейминг нужно победить. Я же не знаю, как им это сделать. Слишком, слишком уж тяжело. Вообще, я хочу... В какой-то момент, в какой-то момент прыгает тролль, дает ульт, дает баш и не выпускается с войны из него. Никогда. Хороший план. Сильный план. Ну и пока что, пока что хороший план какой-то придумали сами ЕГЭ и просто без самока вот так вот заходят. У них есть вард, на котором они стоят. Вард чуть выше на фонтане, ну, не фонтане, на шопе. Поэтому они видели там героев. Ставили еще один вард. Еще один вард поставили. Многие универсы гоним, он готов, если что, влетать, конечно. Он готов. И вылетать, если вдруг синициирует не самым удачным образом. Есть форстаф у него. Я что подумал? Я хочу от Queen of Pain, а у Ешаду страйк. Очень хочу. Я это на самом деле просто на про-сцене еще ни разу не видел. С новым патчем. Знаешь почему? Я догадываюсь, но я очень хочу, что кто-нибудь типа Сумаила показал, как это хорошо работает. ОПи ворвался нагло, дерзко. А, слушай, может перехватывать? Там часть героев же ушла. ОПи идет дальше, вард сам не подцепил крита. Он спалил свой вард. В итоге все выжили, все отошли. Он никого не цепанул. Но попытка была интересна. Он вообще так-то в тайминг хороший врывался. То есть часть героев уже ушла на ТП, и три героя оставалось. Если подалось зацепить, потянулись имейт, и можно было неплохую драку провести. Бернинг, те времена, кстати говоря, приобретает себе Monkey King Bar, и при этом не оставляет себе денег на выкуп. Такое вынужденное решение, я бы даже сказал, в этой ситуации от Бернинга. Это правильное решение. Там сразу врыв в центре. Дарксир у себя, понятное дело, укатывает. Дарксир тоже снимает. Обхивал. Форстафы также спасают Queen of Pain, потому что мы боялись, что Бобока может синициировать. А этот может. И отбегают ЕГЭ. Но в лобовую на хайграунд подниматься, но опасно это. ЕГЭ это прекрасно понимают. Для них, конечно, идеально было бы сделать какой-то ганг, подраться на нейтральной территории, но точно не подсердливое. Потом забрать Сироэгис, который скоро появится. В том числе. Так и под смоками. IG. Ускоряется Бобока под Айншелом. Двух героев может цепить крашем. Цепляет. Тут же Шивы прилетают. Тупи очень быстро. Феникс сломать можно. Голем замечательный. Ну и что? Сумаил постарается забрать время Мкуку. Уходит на Форстафе. Универс мало здоровья. Тупи может его взять. Из Баши. Берник просто не выпускает. Артизи старается его пробить. Артизи не знает, что делать. Артизи из Баши так и не вышел. Конечно, Сумаил накрывает. Здесь Ку уничтожает с помощью Соник Вейва. Но это уже минус два стороны Инвиктус Гейминг. Можно Сумаил тоже подцепить. Левинг Армор пока спасает. Сумаил также не уходит. Минус три делает Инвиктус Гейминг. Хорошая инициация от Бобоки и от Шторм Спирита. Здорово. Залетели ребята. И два героя без байбэка у ЕГ. Нет пенопейна. Если бы он адекватно стоял, не представлялась его под этот рыв. Или не представлялась его под этот рыв за компанию. То были бы и подхилы, и замедление атаки, и в конце концов ульта. Этого, конечно, очень не хватило. Ну, великолепно. Инвиктус Гейминг в ситуации очень тяжелой. Нашли способ хорошо ворваться, синициировать и просто не дать Свену расхастоваться. Не дать Свену сделать несколько ударов. Точечных. По герою там. И отцепить. В итоге заход на хайграунд. И целую минуту нет Сумаила. Вот ЕГ понимали, что они сильнее. Но они никак не знали о том, что у них просто потребуется какой-то момент использовать байбэк. У них них ухотает буквально по две сотни голды. Две сотни голды. Они не рассчитывали драться. Они отходили, они убегали, их просто поймали. В итоге без двух сторон могут остаться сейчас ребята из ЕГ. Вот это камбэк. 4 секунды, на самом деле, они и без трех могут остаться. Нет, снизу не сломать. Снизу не сломать, там две вышки стоят. Никак. Бобока. Стролем они могут через байбэк приехать. Бобока. Уйдет ли? Уедет. Бобок уходит. Да, минус две полноценные стороны. Так вот, Инвиктос Гейминг комбэчит. Очень неплохо сыграно. Сейчас, конечно же, и Святыни тоже полягут. И около 10 тысяч преимущества уже станет у Инвиктос Гейминг. Вот и Бёрник. Кто и драки. Только-только приобретал МКБ. Рисковал очень сильно. Тоже не оставлял денег на байбэк. И уже сверху 3000 голды имеется. ООП. Восстанавливает заряды на Блодстоуне. 17. И БКБ у него также на подходе. Хелберт приобретается. Еще одна возможность законтрить Свена. Ну вот теперь интересно, как будет отвечать ЕГЭ. Надо будет драться, видимо, на Рошане. Единственная возможность зацепиться за эту карту. Удастся там убить противника. Прогнать его хотя бы. Забрать Сыра Егис. И тогда еще как-то возвращаться в игру. Я просто не знаю, что буду делать ЕГЭ. В случае, если Инвиктос Гейминг возьмут себе и Сыра Егис. Надеется, что Свен успеет какие-то криты себе собрать. Чтобы с одного удара всех убить. Да, он собирается покупать Эбла Торн. Денег пока немного. И вот теперь, я думаю, что ЕГЭ все-таки захотят на байбэк оставить. Жизнь-то учит чему-то. Нажимать сволк, идти на Рошана. А его нет. Незадача. Надо кого-то искать. Надо попытаться прогангать. Но обзора мало. Однако знают, что возле нижней вышки своей были там ребята из IG. Но тут же нарываются на скан и сразу же разворачиваются ЕГЭ. IG тоже все прекрасно понимает. Под эти атаки они подставляться не будут. Сами IG попытаются, возможно, смог так же поражать или отправиться в бой. Почему бы и нет. БКБ ОП может уже приобрести прямо сейчас. В целом ему даже, наверное, нет особого смысла оставлять денег на байбэк. Все-таки Блэдстоун достаточно быстро должен возродиться ОП в случае даже смерти. Да, поэтому он приобретает себе БКБ. Ну и мы видели, что в предыдущих драках было очень сложно Шторм Спирита в принципе как-то зацепить. Потому что он бесконечно летал в замесе из стороны в сторону. Раскачивал противника. А теперь с БКБшкой его попросту будет не взять. Опять-таки надежда на то, что внезапно подставится под какой-то удар со сплэша с критом от Свена. И лишится всей своей жизни. Пока и критов-то нет. В этом проблема. И пока есть Рошан. Но не криты. В свое время подраться. На данный момент байбэк имеется только на утроле. Находят перед дракой. Что лить в стыдере? Своя не выкопа просто утроли и все. Да, только у него байбэк. Не хватает немного тронту. Там капелек, буквально пару сотен. Четыре сотни голды не хватает. Квин оф пейн на байбэк, Свена пять сотен. Все это, конечно, возможно будет получить, если удастся хорошо драку провести. Надо совсем спину как-то обойти. Чуть-чуть отсюда прямо выйти. Они так хотят сделать, сейчас найдут. Фукшот. Даст ли, выдает. Попадает в Варлока. Варлок тут же форстаф уходит. Ну и тут же контр-инициирует OP. Первый шивый заходит вместе с Бернигом. Свен пошел в бой. Соник Вейв по Бернигу. Половину ХП сняли. Берниг раскручивает топорики, пока отбегает в сторону. Сумаил преследует его до конца, но Бернига забрать так и не удалось. Там терение минус Феникс. Залетает Голем. Варлок понимает, что скорее всего он больше не выживет, потому что инициировал в него снова Юниверс. Потоку Голема решил просто выкинуть. Выкинул его и погибает сам. Размена один в один. Такой себе размен для ЕГЭ. Рошаду на отходе могут забрать. Попытаться, во всяком случае. Не могут. Если ты туда приходишь, Турман видать на фулману, вырывается Дарксир, ставит стену, ты проиграл. То есть тебе нужен Ульт на Свене, тебе нужен Ульт на Квапе, а у них ни того, ни другого нет. Все сохранили. Я думаю, они и Голем могли не ронять, и в итоге находят еще. И Зая с гемом. Минус гем. Свой гем есть у Инвиктус Гейминг. Да, но теперь есть и вражеский. Теперь эти вражеские. Теперь на Рошана сами Инвиктус Гейминг будут заходить. Байбэк от Тренд Протектора. Феникс появится через 8 секунд. Удом Ласт Чанс для ЕГЭ. У Свена ГДС 18 секунд не успеет. Рошана 18 секунд, еще ГДС не появится. Все стоит уже отходить. Хукшот, конечно же, впитывал сам XXS. Не давал возможности Юниверсу инициировать. И Юниверс отрезался от своих тиммейтов. В итоге ее просто уничтожают. Он без байбэка. Ну что, близки, близки. IG к тому, чтобы сейчас эту карту выиграть и сравнять счет в серии. И этот полуфинальный матч не так прост. Как казалось минут 20 назад. Ну что, аккуратно по нижней линии теперь идти. С Циром, с двумя Гемами, с Аегисом, конечно же. Под Регеном очередным. Ну и Сумаил, неужели подставится? Сумаил вортексом цепляют и уничтожают. Ну а теперь еще и байбэк придется Сумаил тратить. Совсем неприятно. Что-что он совсем не в том месте был не в то время. Сумаил подставляется в этой игре много. Противники, то есть там спринт, форстав, дайгер. Влет на любую часть карты Шторма. И так вот выходит, ничего не боясь. Думаешь, что Линкенцвера его сильно спасает. Ни БКБ, ни Линкенцвера, ни Шива ничего не спасает. Линку сбивают быстро. Там дальше либо вортексом, либо под Саленсом тебя держат. Ты просто не можешь дышать. Дальше залетают. Шторм спирит. Пошел атаковать Свена в наглую, заставляя его прожимать БКБ. Свен, кстати, купил себе кристалли. Скупил себе первый Обливиан Став. Но у него элементарно не хватает денег на полноценный артефакт. Или он хочет оставить на байбэк. Скорее всего, он хочет просто оставить на байбэк. Деньги на артефакт, в принципе, хватает уже. На Свена залетают. Использует цветы не пока. Получается, Аленс Штормхаммер не дать. Хукшот есть в ОП. Коги зажимают, но это бесполезно. Байбэк, это Сиреним Сумаил, залетает. И попадает сразу же под Баши от Бернинга. Тут под БКБ в него вгрызает. Теперь в Свена пошел. Бернинг знает свою цель. В итоге вынужден Свен пока отойти в сторону. ОП под БКБшкой сам Вортексом. Свена держит Дизебли. Ставит, тем временем, Супернова. И, возможно, убьют Шторм Спирит. Убивают. Ну и ХХС! Дальше Вакуум Болл и Фребика. С комбинацией с Бо Бока. Отлично сыгранно. Хватит ли только урона пробить оппонента. Голем еще на всякий случай сверху. Соник Вейф, но там Гарден Грифс. Погибает, тем временем, Феникс. Юнивер старается отступить под Корозив Хейзем. Вот допинывает там Бернинг. Удалось топориками забрать. Свен стоит уже без БКБ. Откидывается Шторм Хаммером. Но его метелит просто четверо. И он тоже погибает. Минус три героя. Свен Байбекается. По итогу втроем лишь только могут действовать. Дефить как-то ЕГЭ. Бо Бока выдает Краша. Выдает Корозив Хейз. Шторм Спирит залетает дальше. Пытается взять очень быстро Зая. Зай падает. Артизи, да, вместе с Умаилом остаются. Что делать? Станом отбрасываются. Никого пробить не получается. Хелберт очень здорово работает. Бо Бока в погоне до конца под Форстафами. Загоняет просто-напросто Свенов сейчас под фонтан. Чтобы он там стоял. Самоил прожимает БКБ. Но в башах пока находится. БКБ также от Артизи. Хотя бы Ку пробить. Ку тоже непробиваемый. Стан неплохой. Выписывает Артизи прямо сейчас. У Грифсы. И Вакуумом стягивает. Самоил его не отпускает. Там после Байбека Голем. И падет также Свен. Шикарная драка от Инвиктус Гейминг. Потерялись только одного Барлока. Уничтожили всех и вся. И выиграли эту карту. 1-1. Заказывал третью. Получай. Чувствую нотки недовольства в твоем голосе. Да не, не. Меня все устраивает. Это была хорошая игра. Это хорошая игра. На такую третью. Вот выкинуть первые минут 10. Когда они просто фармили. Ничего не делали. Когда появился Блудстон на шторма. Вот тогда начался экшн. Нормально прилетали. Нормально поделали. Наконец-то наказали за трента. И тем более за Клакверка. То есть три героя. Ты сам видишь. Суммарно по дэмиджу они, конечно, вроде бы 31 кок накидал. Но это вот в основном Блэдмейл. То есть его просто убивали, потому что не могли себе это позволить. Да, в один момент это действительно уже стало просто получаться. Особенно для Шторм Спирита. Который там насобирал себе Шиву с Блудстоном. Летал. Взять его сложно. Очень много дэмиджа наносил Шторм. Просто посмотрите. 33 тысячи урона от ОП. Бернинг, конечно, тоже там метелил здорово. Но урона меньше. Бернинг. Вот к нему бы опять же были вопросы. Как и в прошлой игре. Но в целом, в какой-то момент мы его пожурили. За то, что он идет по стандартным сборкам. Ничего не делает. И он просто сказал окей. Отменил Дефуза. Сделал МКБ. И выиграл. Все. По-моему, заслуженно тоже. Поэтому надо смотреть. Возможно, в третьей игре их перестанет переклинивать. И они действительно покажут еще и какую-то сверхкрасивую дату. Прямо с самого начала. Ждем этой третьей карты. Конечно же, это самая последняя карта, которая остается на первый игровой день. Лан финалов Манила Мастерс. Решится судьба путевки в финал Винеров. Где уже ждут своего оппонента ребята из Ньюби. Они сейчас уже переграли OG. Напомню, в соседнем полуфинале. Достаточно легко и просто. Поэтому будем смотреть.